Новости минувшей недели оказались сильным американским акцентом. В самих штатах показался внедорожник Toyota Sequoia и бескомпромиссный Ford Bronco Raptor. А в Москве мы впервые увидели новейший Jeep Grand Cherokee. На этом фоне едва не потерялся рестайлинг Citroёn C5 Aircross. А вот российские офисы продолжают подводить итоги года. Свои расчеты и планы огласила компания Hyundai. А уже известные перспективы Lada вдруг обросли новыми подробностями. Большая пресс-конференция концерна Stellantis оказалась поводом показать в России новый Jeep Grand Cherokee пятого поколения. К нам внедорожник будет поставляться исключительно в полноприводных версиях. А их целых три. Начиная от простенькой системы QuadroTruck с муфтой в приводе передней оси до продвинутой QuadroDrive. С демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Что касается моторов, то начальное исполнение Limited предполагает двухлитровую турбо-четвёрку, как у текущего Wrangler. Старшие же версии Overland и Summit будут оснащаться атмосферным V6. И в том и в другом случае коробка – восьмиступенчатый автомат. Могучего V8 в России не будет. Не дождёмся мы и дизеля. Его у пятого поколения нет вообще. Цены раскроют позже. Причём первый к нам придёт двухрядный вариант. А к концу года довезут и удлинённую семиместную машину. Начнём продажи мы этой машины в четвёртом квартале этого года. Но сначала мы должны будем получить короткую версию, пятиместную. И начнём, по крайней мере, сейчас план такой, чтобы машину мы получили уже в третьем квартале и начали её продажи. Впрочем, новый Grand Cherokee не единственная новинка 2022 года. В мае обновится кроссовер Compass, а летом прибудет таинственная спецверсия Wranglera. Покинувшие наш рынок средний Cherokee и компактный Renegade уже не вернутся. Удивительно, что российский джип, имея больше общего с американским, нежели с европейским модельным рядом, в корпоративной иерархии подчиняется именно европейскому офису. Россия очень сильно зависит от омологации автомобилей, которые попадают на европейский рынок. Затраты на омологацию, сертификацию продукции, они очень-очень велики. И мы можем быть только лишь частью общей программы, как Россия, как часть Европы, при выводе на рынок тех или иных моделей. И если Европа принимает решение отказаться от какой-то модели, то нас это точно заденет. Конечно, мы не могли не спросить открыто, предложат ли России топовые внедорожники Jeep Wagoner и Grand Wagoner. Учитывая, что за пределы Америки это семейство не вышло, ответ оказался очевиден. Мы зависим от европейского рынка. То, что производит Jeep до Соединенных Штатов, не все оттуда попадает на другие рынки мировые. Добавим, что несмотря на усыхание гаммы с пяти до трех моделей, в прошлом году дилеры Jeep'а продали в России чуть больше полутора тысяч машин. Это на 4% больше, чем в 2020. Продолжим об американских машинах. Ведь едва запустив новую генерацию полноразмерного пикапа Tundra, Toyota соорудила соплатформенный внедорожник. Так появилось третье поколение модели Sequoia. В основе Tundra и Sequoia лежит полностью новая рама повышенной прочности. Все лонжероны теперь имеют коробчатое сечение, а поперечины вдвое нарастили толщину. Кодовая часть также усилена, а за доплату доступна адаптивная подвеска или пневмобаллоны сзади. Любопытно, что прошлое поколение имело заднюю независимую многорычажку, которая ради экономии вдруг сдала пост пружинному мосту. А вот то, что гигант лишился классической атмосферной восьмерки, примерив битурбомотор V6 от Land Cruiser, было ожидаемо. Причем Sequoia может быть только гибридной. Бензиновые шестерки ассистируют электромотор, так что общая отдача серьезные 440 сил. Место шестиступенчатого автомата заняла десятидиапазонная коробка, а полный привод неожиданно сменил идеологию и вместо постоянного сделался архаичным, подключаемым с жестко подрубаемой передней осью. Причину такого решения в 2022 году на дорогом гибридном внедорожнике Toyota не поясняет. Фронтальная часть кузова Sequoia досталась от родственного пикапа. Оттуда же большая часть элементов интерьера, включая переднюю панель. Салон может принять 8 или 7 гостей с одним трехместным диваном или двумя раздельными креслами на среднем ряду. Трехместная галерка оснащена продольной регулировкой и электроприводом складывания. А в багажнике появилась полка, которую можно ставить на разных уровнях. А все потому, что кресла третьего ряда складываются, но не убираются, так как под полом стоит батарея гибридной системы. Поскольку родственника под маркой Lexus и Sequoia нет, Toyota сразу подготовила роскошную комплектацию Capstone, салон которой отделан кожей и шпоном, а также пару внедорожных вариаций. Скажем, исполнение TRD PRO предлагает увеличенный дорожный просвет, усиленный передний стабилизатор, дополнительную защиту днища плюс крутейшие с выносными резервуарами амортизаторы FOX. За океаном продажи Sequoia техасской сборки начнутся летом. В России новинка скорее всего не появится, хотя бы по причине странной трансмиссии. Времена внедорожников с парттаймом у нас давно прошли. Хотя некоторое время назад российский офис Toyota раздумывал над тем, чтобы расширить гамму за счет Sequoia, но не сложилось. А самым желанным трофеем автомобильной Америки сегодня считается Ford Bronco. За ним охотятся больше 200 тысяч человек. Секрет успеха в образе бескомпромиссного внедорожника. Однако действительно бескомпромиссная версия вышла только сейчас. Это исполнение Raptor, разработанное спортивным подразделением Ford Performance. За основу фордовцы взяли внедорожник версии Wild Track с пакетом Sesquatch, то бишь «Снежный человек». Ему изначально полагаются стальные бамперы, 35-дюймовые колеса, длинноходные амортизаторы и блокировки межколесных дифференциалов. Но Raptor — это вдобавок другие крепления стоек, рычаги подвески и поворотные кулаки, а сзади совершенно иной мост. По кругу установлены управляемые амортизаторы Fox, притом задние с внешними резервуарами. В итоге ход подвески спереди и сзади вырос до 33 и 36 см соответственно. Дорожный просвет составил 33 см, так как вдобавок Bronco разжился огромными колесами внешним диаметром 37 дюймов. Под капотом прописался трёхлитровый битурбомотор V6, что выдаёт более 400 сил, но точное значение будет опубликовано позже. Десятиступенчатый автомат остался стандартным, но муфту, редукторы, полуоси и карданы пришлось усиливать. И без того дерзкий образ дополнили оригинальная решётка радиатора, огромные расширители арок и дополнительная защита днища. Сам кузов усилен, а в крышке капота и передних крыльях появились дополнительные воздухозаборники. Тем временем по обе стороны океана ушла легенда. Volkswagen прекратил производство седанов Passat для Европы и Америки, но сохранил выпуск универсалов. Таким образом, история трёхобъёмных Passat'ов прервалась спустя 33 года непрерывного производства. Причина, как легко догадаться, в катастрофическом падении продаж. Раньше модель находила около 200 тысяч поклонников ежегодно, а сейчас годовой тираж рухнул до недопустимых 80 тысяч. И с седаном решили попрощаться. Впрочем, российский офис компании Volkswagen уверяет, что производство автомобилей для внешних рынков, включая российский, продолжится. При этом последние поставки машин были осенью. Однако вскоре дилеры получат свежий тираж, составленный из экземпляров 22 года выпуска. Аиркросс Окончательно перелетаем в Европу, где Citroёn провёл большое обновление кроссовера C5 Aircross. Вместо двухэтажной архитектуры появились крупные блочные фары, у которых рисунок ходовых огней стал визуальным продолжением решётки радиатора. Остальные перемены не столь масштабны. Задние фонари изменили рисунок, а обвес кузова стал солиднее. Теперь вместо ярких вставок большому Aircross полагается тёмный декор. В салоне прописался широкоформатный 10-дюймовый тачскрин. Он поднят максимально высоко, чтобы снизу уместились дефлекторы вентиляции. А селектор автомата превратился в крошечный переключатель. Вдобавок производитель обещает новые сидения, что будут толще и комфортнее прежних, а также несколько других приятных мелочей. Однако по технике ничего нового. В Европе продажи рестайлинговых машин начнутся через месяц-другой, а к нам новинка прибудет ориентировочно летом. Российский офис Hyundai подвёл итоги прошлого года в онлайн-конференции, из которой мы узнали, что отечественный рынок принял без малого 170 тысяч машин корейской марки. Рост составил символические 2%, притом главный бестселлер, кроссовер Creta, после смены поколений начал терять клиентов. Возможно, ситуацию улучшит грядущий рестайлинг, но он вряд ли случится раньше 2023 года. Через онлайн-магазин было продано только 5000 автомобилей Hyundai, то есть лишь около 3% от всего объёма сбыта. При этом руководство российского офиса настаивает, о прямых в обход дилерах в продажах речи не идёт. Это вот очень важный момент, потому что очень много разных спекуляций вокруг этого. Дилер здесь абсолютно полноправный и очень критически важный участник этого процесса. Собственно, чтобы поддержать бизнес дилеров, Hyundai вводит квоты на продажи онлайн. Клиенты хотели бы купить машины без дилерских допов, но на витрине электронного магазина автомобили появляются редко. Также 3000 машин нашли своих пользователей через сервис подписки Hyundai Mobility. В этом году должен появиться новый тарифный план Сити для почасовой аренды, который будет напоминать каршеринг. Что касается грядущих новинок, то первый станет минивэн Hyundai Staria. Он уже сертифицирован, а продажи начнутся через неделю-другую. Также до конца первого квартала появятся оспортивленные кроссоверы Tucson N-Line и Creta N-Line. Она будет очень сильно отличаться от текущей кареты. Это вот очень важный момент. Пока мы это вам не показываем, это будет сюрприз. Я думаю, она вам понравится, потому что она реально будет отличаться. На лето намечен старт продаж электромобиля IONIQ 5. Батарейный Hyundai точно будет доступен по подписке, а вот розничные продажи под вопросом. И, наконец, осенью ожидается обновленный Hyundai Polisade. Премиальный бренд Genesis сумел нарастить продажи в 3,5 раза. Так что амбициозная цель обогнать Porsche, Land Rover и Volvo вполне достижима. Тем более, что осенью появится представительский седан Genesis G90 второго поколения. А напоследок поговорим о марке Lada, которая тоже недавно подвела итоги года в большой пресс-конференции. Вел ее Оливье Марне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ». Отвечая на вопрос канала АвтоПлюс, забыть ли уже проект X-Code, показанный в 2017 году в виде концепта, господин Марне сказал, что работа над проектом продолжается и намекнул на некий кроссовер, который выйдет через пару лет. Конечно же, в число новинок входит модель сегмента B, которая дебютирует через несколько лет. Но всю информацию об этом автомобиле мы раскроем позже. Сейчас слишком рано обсуждать детали. А вот изданию Dron детали как раз оказались известны. Интернет-портал уверяет, что будущий городской кроссовер станет своеобразным преемником нынешней модели X-Ray. Поэтому не удивляйтесь, что сейчас на экране мы показываем именно ее. Машину построят на бюджетной платформе Renault-Nissan, которую во внутренней документации называют Renault X13. Также известно, что городской SUV оснастят вариатором, но типов трансмиссии готовятся два – передняя и полноприводная. А вот долгожданная Niva 3 будет только 4х4, притом с механической коробкой и понижающей передачей. Внедорожник нового поколения недавно прошел стадию заморозки концепции, но конструкция и дизайн автомобиля окончательно не утверждены. Кстати, этой весной старушка Niva отметит 45-летие. К этому празднику внедорожник, что сейчас продается под именем Lada Niva Legend, должен получить подарки. В комплектацию войдут фетровые подкрылки, цельно формованное напольное покрытие, а также электрический корректор фар вместо гидравлического. Кроме того, изменится блок системы Aero Glonass, а в проемах дверей появятся новые пластиковые накладки. Кроме того, АвтоВАЗ подготовит специальную юбилейную серию машин. Они будут отличаться оригинальным декором кузова и обивкой салона, но это пока большой-большой секрет. А еще Niva осваивает новые профессии. Тольяттинские энтузиасты планируют на мелкосерийной основе выпускать седельные тягачи и бортовые грузовички. Последний получит кузов длиной более трех метров, в котором может быть установлен ручной манипулятор для подъема грузов.